Всего на три дня в Челябинск прибыла икона Пресвятой Богородицы Умягчения Злых Сердец. И у вас есть еще время побывать в храме Александра Невского. Завтра в 6 часов вечера святыня покинет наш город. И подробнее об этой особо чтимой иконе мы поговорим с ее хранителем Сергеем Фоминым. Доброе утро, Сергей Леонидович. Доброе утро. Сергей Леонидович, ну вот скажите, насколько я знаю, икона самая обычная, не старинная, ничего. А вот как она вообще попала в вашу семью? Расскажите, пожалуйста. Вот наш образ, который сейчас мир ипточит уже больше 16 лет, он был приобретен также в церковной лавке и приложен к мощам Святой Блаженной Матроны Московской. И вот именно после того, как эту икону приложили, то икона начинает источать из себя благоухающую масленистую жидкость, которую в церкви называют миром. И вот в процессе мироточения, когда началась, икона стала изменяться. И сейчас вот если купить такую же софринскую икону и положить ее рядом, то очень заметна разница. Вот наша икона, она выглядит как живая. Была специальная комиссия, которая исследует чудесные явления, происходящие в православной церкви под руководством Архимандрита Иоанна Экономцева. Вот они брали это миро на исследование, и вот нам тогда сообщили, что миро состоит на 90% из белка. И она действительно слышит те молитвы, те обращения, которые люди к ней обращают, к Божьей Матери. И даже иногда реагируют на какие-то события. Вот, например, 12 августа 2000 года на иконе появились кровавые красные капли. Вот позже мы узнали, что в этот день затонула атомно-подводная водка Порск. И впоследствии, когда случались такие трагические события у нас в стране, крупные, которые потрясли, может быть, не только нашу страну, и весь мир, захват заложников в Бесване, в Норд-Осте, на иконе всегда появлялись такие красные капли. Иногда они даже собирались в ручейки и стекали вниз вот по иконе. А вот как изменилась ваша жизнь, жизнь вашей семьи после того, как вот такое чудо произошло? Ну, вот, конечно, это было очень необычное и в какой-то степени даже пугающее. И, конечно же, сразу же обратились к священнику, в храм, куда ходили. Батюшка сказал, что это не по вашим грехам и не по вашим заслугам. Научитесь с этим жить. И вот мы сейчас учимся с этим жить. Но так вот сложилось, что сейчас вот Матерь Божия, она ходит своим образом по разным храмам, монастырям, по епархиям. Здесь у нас, в России, а также бывает и в разных странах, как в ближнего зарубежья, так и дальнего зарубежья. А вот где именно она уже побывала, икона? Как ее встречают? Икона была и на Украине, и в Белоруссии, и в Маладавии, и в Грузии. Это не всегда были какие-то широкие визиты епархиальные куда-то в конкретный храм или в конкретный монастырь. А также икона побывала вот уже дважды в Австралии. Около десяти раз были в Соединенных Штатах Америки, на Восточном, на Западном побережье, на Среднем Западе. Деважды в Канаде. Помимо того, что икона мироточит, она признана официально чудотворной? Эта икона была приглашена в 2009 году, 27-29 января, и доставлена по Духовному Совету с Хиегоменой Ильи, теперешнего духовника-патриарха, и по благословению местоплюстителя патриаршего престола, на тот момент митрополита Кирилла. Эта икона была доставлена на поместный собор Русской Православной Церкви. Она находилась в самом центре Храма Христа Спасителя, рядом с Евангелием, с Крестом. И вот можно сказать, что вся полнота русского православия молилась перед этой иконой об избрании нового патриарха. А были ли случаи лечебного исцеления людей? – Самый такой яркий случай, который я всегда рассказываю, когда бывает, да, он уже несколько лет назад случился. У нашей прихожанки двухлетняя девочка, дочка, съела из собачьей миски корм. В результате во рту стали возникать какие-то язвы, наросты. Когда обратились к врачу, то поставили диагноз стоматит. И им вот удалось найти одного врача, который посмотрел ребёнка и сказал, что это ротовой герпес. Но он уже в такой стадии, что говорит, скорее всего, что ребёнка мы можем потерять. И вот, а на тот момент уже девочка не только есть и лепить не могла, она уже с трудом дышала, потому что эти наросты, вот эти язвы, они совершенно стали перекрывать ей все вот проходы. И тогда мама, у неё тогда было какое-то количество мира, которое она раньше была у нас в церкви. Она выливает это мира в рот девочке, падает на колени, читает Акафисту Божьей Матерью Меченцевых Сердец. Ребёнок засыпает. Вот впервые за все дни болезни ребёнок спокойно спит. А наутро, когда они пошли её осматривать, то обнаружили, что вот эти вот все язвы, наросты, как будто бы искусственным хирургом были срезаны. Осталось только немножко сукровицы, там и маленькие ранки. Потрясающе просто. А вот скажите, мы знаем, что с иконой тоже связано ещё одно явление, что если она где-то побывает, в этих местах часто возникают новые храмы. Да, это для нас очень радостное такое событие. Конечно, Матерь Божия оставляет свой след там, где она бывает. Люди иногда сами вот как-то начинают, ну, изъявляют желание построить храм. Ну что ж, большое спасибо, Сергей Леонидович, за потрясающий рассказ, за хороший разговор. Я напоминаю, что сегодня нашим гостем был Сергей Фомин, хранитель иконы «Умягчение злых сердец». До шести часов вечера, пятница, она будет находиться в храме Александра Невского. Сергей Леонидович, пожалуйста, пару слов нашим зрителям. Мне бы хотелось, конечно же, пригласить всех в храм Александра Невского, прийти к этой удивительной чудотворной иконе. Я надеюсь, что каждому из вас, тем, кто ищет помощь у Божьей Матери, Матерь Божия, конечно же, поможет и не откажет в ваших просьбах, в ваших молитвах. Большое спасибо, Сергей Леонидович. Ну, а мы вернемся в студию через пару минут.